не позволил нам мишка в последнем видео попасть к урожайным грибным местам поэтому сегодня попробуем пройти по границе сказочного леса будем у болота откуда выходил медведь доберемся до одного из самых дальних уголков вы увидите необычный лес как в компьютерной игре узнаете почему я тот участок леса называют перспектива а по пути мы посетим самые ядерные бомбические грибные места к сожалению грибы там наверняка переросли расстраиваться мы не будем хотя бы просто проведем приятную экскурсию по этому дивному уголку леса зашел в лес немного с другого угла неделю назад я попросил своего приятеля зайти сюда посмотреть грибы ничего не было но вот сейчас смотрите грибы выросли так вот гриб нет этот мы оставляем гриб никакой и вы нечаянно взял так красавчик нет оставим тут гриб а этот возьмем на удивление чистый потому что маленький стою у болота которые вам вчера показывал где медведь объел голубику мы сюда заходить не будем пройдем вдоль другого более массивного болота откуда медведь шел и заодно попутно сейчас заглянем на под оси на вековое болото и его называю там всегда много под оси на веков растет проверим там я приметил несколько грибочков посмотрим насколько они за три дня выросли это все сейчас я вам покажу этот массивный участок полотный вот видите вот здесь он живет вернее он не живет видимо питается здесь пищи больше можно найти тут чем в этом лесу в этом лесу только он может поедать разных личинок в труфля в трухлявых пнях и разорять муравейники идем дальше небольшое болото я его называю под оси на вековое три дня назад я здесь приметил вот примерно такого диаметра по моему три грибочка сейчас посмотрим насколько они за три дня смогли вырасти так вот этот гриб я не помню не помню этот гриб а вот тот за три дня вымахал до такого размера так вот такие же подосиновики растут в соснах секундочку вот видите вот этот примеченный подосиновик вот он тоже за три дня подрос берем этот так давайте к следующему такие они красавчики так и вот видите так значит было четыре их это тоже все этот я чуть не помню этот я прекрасно помню давайте возьмем и не будем тратить время на подосиновики будем собирать боровики грибочки посмотрите здесь загляденье правда дырявый но твердый будем собирать красивые грибы тут боровиков я думаю вряд ли мы найдем много я рад и этому продолжаем идти вдоль болота вы знаете тут основная масса грибов абсолютно не червивые мне стало нравиться это место или вот пожалуйста большой гриб но я уверен в нем нет червей хороший гриб правда в папоротниках таких малышей почти не видно среди не густых зарослей брусники вырос такой почти оранжевый красавец его я для вас срежу мы посмотрим его чистоту вполне отличный гриб грибы я выкручиваю в основном потому что мне неудобно одной рукой резать вполне достойный в любом случае сгодится на сушку единственный минус вхождение вдоль болота это большие шансы наступить на ядовитую змею ты куда делся оставили мы малыша в покое пришли оттуда я думаю вы поняли что это был молодой уж абсолютно безобидный ну кроме таких метровых толстых экземпляров наверное это самки вот они себя в обиду не дадут здесь я обычно собираю вкусные сыроежки а осенью иногда хожу за белыми так это у нас выглядит как белый гриб но это колпак кольчатый съедобный гриб он уже старый отнесем его в сторону так по моему здесь я ничего больше не вижу а подождите так а это это тоже белый гриб красивый экземпляр что-то я слышал сзади ладно будем на чеку ну какой красавчик покрутиться бы здесь возле каждой сосны но у нас столько времени нет этот мы брать не будем слишком мягкий это хороший гриб это уже абсолютно гнилой небольшое информационное отступление вот так выглядит толокнянка это ягоды очень похоже на бруснику но брусника гораздо выше как минимум в два в три раза и ягоды намного крупнее а также брусника растет такими гроздьями на конце толокнянка предпочитает такие сухие места она не ядовитая но вкус ягод полностью отсутствует чем-то похоже как будто вы едите в вату а я дошел на место откуда шел вчера медведь примерно с этого бугра в том направлении а я снимал за этим бугром смотрите тут растут какие грибочки этот мы оставляем этот скорее всего тоже а этот мы возьмем и кстати мы находимся недалеко от мест про которое я вчера если вы помните рассказывал ядерная бомба термоядерная водородная и так далее но правда у меня еще есть другие обозначения море, океан и так далее идем этим местам иногда в лесу полезно иметь бинокль лес такой разреженный ходить легко оттуда с горочки я увидел грибы и спустился но они меня разочаровали все и этот гриб я вижу желтую шляпку можно попробовать походить по таким островкам эта шляпка так ну не знаю так нет все да этот гриб придется оставить ну этот тоже смотрите маленький гриб но он как губка этот тоже попробуем пройти дальше следующий островок и уже снова грибочки но переросшие а здесь смотрите тут на этом бугорке подосиновики а здесь белый красный и белый реклама такая получается я тут ни при чем это сказочный марийский лес так давайте извлечем а здесь сросшиеся шляпки по-моему они срослись я думаю что это белый не будем его трогать оставим дошел до места которое я называю ядерной бомбой это на сегодня первые боровики поэтому я вас приглашаю в эпицентр ядерного взрыва так шляпка крепкая так этот мы оставляем смотрите вывернутый мох не знаю кто это сделал но точно не я и поглядите разрушенный муравейник здесь явно когда-то копался медведь а мы берем два симпатичных ой нет берем только один один боровик этот мы оставим так я вам не показал один гриб там ну ничего интересного так вот продолжаем гулять в зоне ядерного взрыва так нужно будет проверить ножку так ну ты по-моему крепенький на удивление очень крепкая ножка так здесь мы берем только шляпку этот гриб остается так где-то тут неподалеку у меня море находится давайте пройдем я здесь не был два года так вот вот это море но судя по всему на море как вы видите полный штиль посмотрите насколько брусник отличается от толокнянки ягоды крупнее правда тут она еще до конца не созрела и предпочитает она увлажненные участки и конечно совершенно другой вкус очередное подмеченное место этот красавец отправляется с нами а здесь находится остров грибной остров посмотрим что на нем растет мы опоздали пришли слишком поздно большая шляпка сантиметров 25 как минимум ничего я больше не вижу это лужные лисички лес в котором я гуляю в профиль из себя представляет маленького пуделя в первый день мы погуляли по груди дошли до середины ног и вернулись потому что у нас было полное ведро на второй день мы посетили условно скажем так живот у пупка ходили а сегодня мы пошли в заднюю часть с правой стороны болото с левой стороны тоже болото где растут опята а вот это место хвост мне хочется туда сходить но сейчас меня напугал лось с этой стороны и по-моему он я его отчетливо видел буквально на доле секунды но это был лось в кадр по-моему он не попал я думаю что сегодня я туда скорее всего не пойду буду спускаться погуляю по основанию хвоста и так гуляем по основанию хвоста так называемая попа собаки белый гриб придется оставить а здесь парочка подосиновиков этот я точно забираю красивый гриб давайте я возьму крепенький хороший и нам теперь как-то нужно побороть страх и подойти туда давайте сделаем это здесь здесь тоже должно быть много грибов на этом полуострове который в болото вдаётся смотрите я уже вижу старые грибы таки давайте пройдём сюда тихо по-быстрому соберём урожай так нет никакой этот хорошенький забираем так смотрите ещё в таких местах медведь ищет личинки опоздали так этот хороший этот тоже но ножку ножку нужно оставить так говорю тихо стараюсь не привлекать внимания так ну и пройду туда так ну на этом месте смотрите я не разглядел такого шоколадного красавца и вижу там ещё один жёлтенький гриб скорее всего белый он никакой с правой стороны здесь тоже такое болото мне кажется там людей не было лет двадцать точно но вот там белеет мох я бы туда сходил но не сейчас лучше кого-нибудь взять в качестве компаньона слышите это что за птица кто-то ее побеспокоил а здесь пожалуйста белый где-то там и тут смотрите ещё один растёт малыш забираем потихоньку отхожу от болота всё-таки неприятно когда я контролирую только светлую сторону а что там делается не вижу подходим к очередному скоплению грибов такой у меня бездарный летний грибной марафон я мог сюда неделю назад прийти они бы все были моими так ты идеальный так и вот смотрите как вы думаете что там делаете ставки так что это такое как вы думаете красавчик как с картинки и здесь переросший гриб почистил я два грибочка которые мне удалось найти у этой ёлочки отошёл на 15 шагов и здесь начинается ещё одна бомба так поглядите плотный какой гриб но он чистый потому что спрятан во мхах так красавчик мы тебя берём так а это что такое смотрите только только появляется или как-то боком растёт ну давайте его извлечём аккуратно только аккуратно интересная форма так подходим к следующей бомбе шляпки нет она уже сгнила продолжение летнего бездарного грибного марафона так ну хотя бы мы берём это так и это красивый так и давайте как вы думаете где спрятался так что там такое белая шляпка красивый гриб так я вижу грибы впереди боюсь видео придётся поставить на паузу здесь тоже шляпка съедена однозначно это не человек посмотрите что здесь делается так твёрдый гриб я готов застрелиться я не могу на это смотреть так ставлю видео на паузу так или давайте подойдём сюда к этому грибу шляпка шляпка старая здесь так и вот надеюсь он крепкий хотя некрасивый нет не знаю так нет оставим тебе мы оставим видео на паузу и так завершающий штрих на этом месте этот красавец и сладкая парочка тут один и второй гриб возможно где-то есть ещё но я не хочу тратить время мне нужно идти крепкий хороший гриб подойдёт на сушку а здесь в траве сидел кузнечик идеальный гриб ах ты не поддаётся ни в какую а боровики которые растут в этом месте предпочитают селиться в травке почему-то но я не хочу их тут искать потому что приходится их буквально вытаптывать в первом видео которое я выложил два дня тому назад показывал вам два места в этом лесу которые мне нравятся это входит в тройку правда начинается оно дальше этот район называется перспектива вот здесь он заканчивается там тоже очень красиво почему перспектива я думал там растут грибы но за всё время я там ни разу ни одного грибочка не набрал не понимаю какая-то магия к сожалению это место находится очень далеко поэтому я по-моему здесь только третий или четвёртый раз видите какое открытое место здесь можно даже играть в волейбол и тут начинаются очередные мои грибные бомбы красавчики тебе мы оставляем идём дальше здесь гриб уже вывернулся так а тут спрятался малыш и такой красавец по-моему мне уже пора доставать пакет ведро у меня уже полное оказалось это не всё я не заметил кто тут спрятался теперь всё отличное место можно просто гулять не собирать никакие грибы вижу шляпку смотрим внимательно в центр кадра не шляпка гриб вот он ну и что что испорченный так этот все оставляем тебя тоже гиганты по-моему я вижу еще один гриб здесь лучше оглядеться толстая сосна ей наверное лет 200 300 а я вас приглашаю просто погулять это что у нас такое опыт березовик второй раз жизни я вижу подберезовик в этом лесу белый гриб если вы видите еще один достойный лес все очень красиво что такое это по-моему желтожебрик очень похожий на маховик а подождите так масленок точно масленок просто вывернутый давайте возьмем его к ладони так еще один гриб смотрите давай мы тебе пошлепаем надеюсь этот лес нас переживет в первом видео я не сказал но слышал звук бензопилы правда эта часть леса находится слишком далеко так давайте возьмем хотя бы на сушку так этот мы оставим два грибочка тут давайте возьмем нижний или нет давайте тоже оставим красивый боровик ой 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 березовый белый я вижу грибочки дальше нашел я на этом месте симпатичный белый гриб этот лес еще продолжается на метров 800 скоро солнце сядет поэтому сегодня я туда не пойду и буду постепенно поворачивать в сторону машины дорога домой думаю будет не менее интересная уже вижу шоколадную шляпку хотя рядом березы ой 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 а тебя подъели тебя мы возьмём нет тебя оставим так куда-нибудь повесим на дерево так а ты поедешь с нами все-таки приятно возвращаться домой с такими грибочками кто-нибудь видит что-нибудь мне нужно идти в ту сторону а тянет меня туда но только не сегодня потому что я отсюда из этого леса точно до утра не выйду здесь очень много грибниц хороших возьмем этого красавцы здесь мухомор не просто уже честно говоря грибы некуда складывать я воспользовался пакетом на ведро у меня уже полное это у нас что такое у подосиновик подосиновики появились возьмем только маленькие так ну и этот ухты так ну тут их много так что же не с ними делать не оставлять здесь тут так давайте возьмем еще один и будем дальше двигаться смотрите что здесь творилось неделю назад вы поглядите я даже подходить не буду просто у меня времени нет так давай тебя проверим нет оставляю ты со мной уходишь по-моему нужно начинать следующий раз с этого места смотрите уже темно стал это баланс белого в телефоне так работает вам кажется что светло смотрите что такое вау присел передохнуть на такой холмик думаю нужно завершить видео в таком зеленом красивом уголке набрал я сегодня как минимум полтора ведра пока иду потихоньку собираю таких красавцев правда по пути потерял несколько отборных боровиков сегодня я показал вам красивый лес рядом с местом под названием перспектива кто внимательно смотрел это видео понимает о чем я говорю вы также увидели известные мне ядерные бомбические грибные места к сожалению мы опоздали на неделю 90 процентов грибов уже сгнили приду ли завтра сюда не знаю нужно передохнуть собраться с силами кроме этого мне еще хочется набрать для себя белых груздей хотя вряд ли я успею и ходят слухи что начинают появляться на юге республики первые разведчики осенних опят возможно через две недели они появятся и у нас а пока мне нужно собрать этих красавцев которые образуют магический треугольник давайте их соберем так вот Продолжение следует... Так, третий. Красивые грибочки. Это волшебная троица. Своими размерами сообщает нам, что в этом лесу остались места, где грибной сезон только начинается.